Обыск в офисе компании Сегодня темой нашего выпуска будет обыск в офисе компании. С вами я, адвокат Антон Лебедев, и так начнем. Обыск в офисе компании Вероятность попасть в список фирм, проверяемых государственными органами, достаточно велика. Повлиять на эту вероятность может характер деятельности компании. Налоговая дисциплина, а также качество контрагентов компании. Большинство веерных проверок с вынесением постановления об обысках и выемках начинаются с проверки всех контрагентов компании-помойки. Обычно любой приход силовиков в офис граждане называют обыском. В понимании граждан обыск в офисе может быть не только обыском при расследовании уголовного дела, но и выемкой осмотром места происшествия, а также целым рядом других мероприятий. Вместе с тем, вид проводимого мероприятия влияет на объем прав и обязанностей проверяющих лиц. На доследственной стадии оперативники могут проводить обследование только с согласия проверяемого лица. Это существенно отличает обследование от обыска. Процедура обыска регламентирована Уголовно-процессуальным кодексом ст. 182 УПК РФ. При проведении обследования руководствуется инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений». Утверждена приказом МВД от 01.04.14.199. Правоохранители могут посетить офис в связи с наличием нарушений в деятельности компании или под надуманным предлогом. Следователь может вынести постановление о проведении обыска, если компания замечена среди контрагентов, попавшей под преследование компании. Выявление признаков компании-однодневки позволяет проводить обследование у контрагентов. В некоторых случаях при недостижении ими желаемого результата правоохранители начинают проверять лицензионное программное обеспечение. Расплывчатые формулировки в документах основания для проведения таких действий существенно затрудняют их обжалование. Как подготовиться? Разумеется, компания, желающая защитить свой бизнес, должна готовиться к возможным проверкам заранее. В план подготовки должны входить мероприятия по организации доступа в офис компании турникет, видеонаблюдение, домофон. Определение лиц, способных давать пояснения. Документальное оформление коммерческой тайны в компании в отношении документов и электронных данных. Изъятие документов и электронных носителей, составляющих коммерческую тайну, допускается только на основании решения суда, согласно статье 6 Федерального закона о коммерческой тайне. Следует учитывать и то, что режим коммерческой тайны не может распространиться на все сведения и документы компании. Список исключений установлен законом. Исключения составляют сведения, содержащиеся в учредительных документах, численность и состав работников, задолженность по выплате заработной платы и некоторые другие сведения. В части программного обеспечения и данных необходимо предусмотреть ежемесячное или чаще резервное копирование. В офисе необходимо иметь носители для копирования данных. Также следует учитывать и то, что согласно статье 3 Федерального закона о коммерческой тайне, коммерческую тайну может составлять информация, в том числе и сведения любого характера, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, и в отношении которых обладателям таких сведений введен режим коммерческой тайны. Наличие в офисе компании оригиналов учредительных документов и печати других компаний крайне нежелательно. Хранение документов в компании Закон не устанавливает обязанности для компании хранить всю документацию в одном месте. Правила хранения документов могут быть разработаны самой компанией, с учетом особенностей ее деятельности. Документы можно хранить в различных подразделениях или в отдельном архиве. Стоит учитывать и то, что некоторые документы могут передаваться в оригиналах для изучения адвокатам, консалтинговым компаниям или бухгалтерским фирмам на основании договоров о правовой помощи или оказании услуг. Это совершенно обычная ситуация для действующей компании. Нужно только уметь объяснить отсутствие таких документов. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо. Субтитры подогнали Симон.